Толщина льда на водоеме неравномерна. Наиболее тонким он бывает у берегов и вмерзших предметах. Чрезвычайно опасен и ненадежен лед под снегом. Перед выходом на замерзшую поверхность водоема следует знать ряд правил. Первое, на что стоит обратить внимание, это цвет льда. Лед должен быть зеленоватого оттенка. Зеленоватого, значит, он плотный, значит, он такой настоящий, он выдержит вес человека. Для массового выхода на лед допустима толщина не менее 25 сантиметров. Любителям срезать путь через замерзший водоем необходимо постоянно следить за погодой и перепадами температур. Частые изменения показателей столбиков термометра могут привести к появлению трещин. Специалисты советуют не проверять прочность льда ударом ноги, а использовать для этих целей палку. И если состояние льда вызывает сомнения, лучше выбрать другой путь. У нас неустойчивая температура. Лед все время меняет свой состав. Он бывает и такой зеленоватый, голубой, а бывает очень блеклый, серый, а это уже, соответственно, он очень неустойчивый. Наступление морозов с нетерпением ждут любители подлёдной ловли. Как только водоемы покрываются коркой льда, они достают снаряжение, одеваются потеплее и отправляются на рыбалку. Тем, кто любит несколько часов посидеть на морозе с удочкой, стоит помнить технику безопасности. На небольшом расстоянии не должно быть много лунок, потому что это, опять же, приводит к тому, что лед начнет трескаться, появляются такие промойны, и рыбаки могут просто провалиться под лед. Пройти тропинкой через реку, выйти покататься на коньках или заняться подлёдной рыбалкой. Стоит помнить, что в городе есть места, где выход на лед опасен для жизни. Там устанавливают специальные сигнальные таблички. За нарушение правил существует административная ответственность. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.